Приветствую тебя, дорогой зритель. Меня зовут Бигбит, и я главный герой сей истории. Сейчас я представлю тебе первую часть моего стодневного приключения, где я жил в мире, населенном мифическими существами. И моим главным оружием в этом мире являлись не мечи и не магия, а интеллект да инженерное мастерство, с помощью которых я и возводил целые заводы. Передо мной стояла задача выбрать свое происхождение перед началом игры. В модпаке, ссылку на который вы найдете в моем бусте, было установлено огромное количество дополнений к моду Ориджинс. И вот, стоя перед этим богатством выбора, я понимал, что изучение особенностей каждой расы потребует немало времени. А поэтому я и решил довериться интуиции и выбрал происхождение наугад. Безумство! Бог генерации прислал меня на малюсеньком островке. В его дырах были лишь скромные вещи, княженцы и наполненный дворфийским языком листок бумаги. Казалось бы, это просто мусор, но нет, наверное. Но слава Монтьюбу, что хотя бы рядом, я обнаружил сундук, наполненный стартовыми ресурсами. Уже с китстартом в руках, я отправился на покорение неизведанных семей. На новом острове добыл базовый материал им булочник до бревна, и заодно создал свои первые инструменты. Будучи вооруженным, я устроил охоту на новое существо. Проснулись, видимо, для мышей инстинкта секвы. Так вот, рубанул топором по буйволу, и... Что ж, бывает. В любом случае, мы всегда оступаемся на пути к цели, и чаще всего, не раз. На сей раз существо не выдержало шквала атак, только выборшая добыча не стоила моих жертв. Когда ночь опустилась на землю, мой путь озарел свет луны. Вокруг велись мобы. Их было действительно бесчетное количество. Пробираясь сквозь эту анархию, я наткнулся на деревню. Ступив на людскую землю, я осторожно проникал в каждый уголок с сундуком. И в каждом из хранилищ я находил что-то ценное, собирая разношерстный лут, который наполнял мои карманы или мой живот. Свет первых лучей утра едва касался земли. Когда я, стояв позади деревню, наткнулся на кладбище. Войдя в обитель мертвых, меня охватила дерзкая мысль. А что если? И тогда я решился на отчаянный шаг. Открыть призрачный мимик, который хранил в себе простенькое сокровище. Третья смерть была неизбежна. Однако, не унывая после поражения, я вновь отправился в путь. Вскоре обнаружил еще одну такую же структуру. На этот раз я был мудрее. Мне удалось забрать ресурсы, не поплатившись жизнью за воровство. Ночью я подобрался близко к Мишке. А Мишка оказался сволочью. Четвертый раз умер. Келовек к своему трупу со всеми вещами, я заметил одну аномалию, от которой очень удивился, ведь жила алмазов была прямиком на поверхности. Сердце колотилось очень сильно, когда я выхватил свои вещи прямо из-под задницы медведя. Не понял. И когда он одумался, я уже был далеко. С помощью трофейных костей я приручил лесного волка, который теперь шел рядом со мной, как верный спутник, и получил имя One Piece. Вместе мы отправились исследовать странно отображаемые на карте места. Первым на нашем пути оказалось логово циклопа. Когда наш герой осознал факт того, что это свеклонуца само логово Одноклазова, в котором было это чудовище, это свекольный воин героически взял ноги в руки и убежал в деревушку. В ней я зря времени не терял. Собрал снопов пшеницы и обнаружил сильнейший айтем в Майнкрафте — свеклов. На окраине деревни виднелся утес, на котором стояло здание. Это было второе странное место на карте, которое привлекло мое внимание. Поднявшись на вершину этого холма, я обнаружил механизмы из мода Create, словно они были частью какой-то истории из этого мира. Войдя внутрь заброшенного завода, я еще нашел множество полезностей, которые были настоящей находкой для такого Нобика, как я. Как только солнце скрылось за горизонтом и ночь окутала землю, я вместе со своим верным спутником начали охоту на тех, кого я ненавидел больше всего — скелетов. В борьбе с темными силами мы случайно наткнулись на еще одну деревеньку, которую я, не теряя времени, обобрал. Среди всего барахла я нашел по-настоящему ценную вещь — соломенную шляпу. Этот простой предмет, казалось бы, обладал особенностью, когда я надеваю ее, носатые торговцы соглашаются на самые низкие цены. Ммм, ребят, нас походу на... Ну, если верить описанию этого айтема, я выбрал своим прибежищем заброшенный завод, который открыл для себя не так давно. И вот мне отдался работе, отдыхая новую жизнь в забытые уголки этого старинного места, редактировая территорию, также немного реставрируя здания. После того, как я совершил редактирование, мое осознание своего дефицита в ресурсах стало значительно острее. С этой мыслью я отправился к ближайшей пещере, где, смастерив лодку, сел в нее и ощутил волну удивления. Да что удивление-то? Офигелание! Спустившись на самое дно бездны, я был движим одной целью — найти как можно больше железной руды. И вот, вскоре, я встретил необычного Крипера. Этот черт дал мне разгадку на вопрос, почему же на спавне оказалось жило алмазной руды. Буквально и минуты не прошло, как передо мной взорвался еще один Крипер, создавший своим взрывом жилу изумрудов. Ребят! Ребят! В то время, когда я извлекал зеленые самоцветы, меня осенило, а почему бы не использовать их для создания дорогущего сета брони? Да пи***! Железо для меня было в то время самым ценным ресурсом, а изумруды — это же просто валюта. И вот, превратившись в ходячее воплощение богатства, я продолжил свой путь по лабиринтам бездны. Оказавшись в тесной пещерке, я пробрался до самого конца, где меня ожидал тупик. Там, среди камней, я заметил железо, ну и принялся за работу — отбивать куски руды. Но чем больше я долбил, тем более необычным становилось мое открытие. Железная залежь казалась бесконечной. Уху! Железо! Героев крысь! Мало добывать железо! Измученный бесконечной добычей железа, я оставил отметку на карте, запечатлев местоположение этой богатой залежи. И далее я собрался на поверхность. На ней я устроил себе миниатюрный огородик, где сразу вырастил скромный вырожай картошки. После этого я взялся за топор и принялся рубить деревья, которые стояли вокруг моего дома. Когда работа была завершена, я построил склад внутри моей хаты. После того, как я совершил перенос вещей, настал момент для технического прогресса. Сильно сказано! Моим первым шагом стало создание водяного колеса, которое должно было стать основой выработки моей первой энергии. Вторым шагом — изменение ландшафта. Мне необходимо было превратить часть утеса в идеальное место для размещения моих гениальных изобретений. Но когда наступила ночь, меня впервые атаковали фантомы. Чтобы защитить себя, шквал атак этих тварей, я отправился на поиск овец и, вернувшись, зародил кровать. Улегшись на нее, я погрузился в сон. Свет первых лучей утра знаменовал новый день для моих свершений. Как Бигбит смог сразу встать с кровати, для человечества остается загадкой. Я сразу же принялся за улучшение водяных колес. После установил их. Затем я разлил воду, и физика взяла свое. Огромное колесо начало вращаться. Но не с первого раза. Следующее, что я сделал, было протягивание валов до самого верха утеса. Но и тут носитель маски показал свои сказочные тормоза. Пытаясь ускорить вращение с помощью шестеренок, я столкнулся со сложностями в виде непонимания концепции ускорения вращения шестеренок. В общем, я отложил эту задачу в сторону, ну, а потом. И просто установил конвейерную ленту. Затем я погрузился в просмотр создания механизмов из мода Create. И вот, после тщательного изучения, я пришел к выводу, что мне необходим пресс. Механизм, а не то, что на животе. К счастью, крафт этого механизма обошелся мне весьма дешево. Затем на ленту буквально. Я установил этот пресс, но что-то механизм не заработал. Фантастический пармоз. Вернувшись с охоты на циклопа, я заметил, что появился индикатор безумства, а также постоянный эффект спасителя деревни. Этот эффект послужил началом следующей главы. Так сказать, колонии. Я приступил к работе скульптора. Ночью постелась на землю. Я, не желая встречаться с летающими крысами, попытался найти спасение в объятиях одеялка. Даже укрепив дом, сделав его безопаснее и уютнее, мои нервы были словно струны. Натянуты до предела, им мне не упалось уснуть. Не желая терять время попусту, я провел всю ночь в работе, удаляя часть тёса. После литовской эрозии, я выкопал туннель, а затем занялся расческой каменной породой, образуя прямоугольник. Ведь нужна была довольно просторненькая комнатка для совокупления. А, куда? Трахи-трахи. После я сделал изолятор для самого свеклонутого. Не меня. В ночь. Когда силуэты зомби начали мерцать вдали, я осознал, что мне необходимы живые активы. Как вывести носатых жителей среди земной нежитей и фантомов, роящихся в небесах? Решение было самым простым. Ожидание первых лучей рассвета. Чтобы опять же не терять время, я принялся за создание фермы на воде. И вот, когда первые солнечные лучи касались земли, я уже был на пути к деревушке. Но внезапно случилось непредвиденное. Мир вокруг меня помутился, и мои жизненные силы упали до четырёх сердец. Все кому-то ещё не скоро поймёшь, как успокоиться. Чёртов псих. На этот день я принёс вас за довольно дерзкие поступки. Варство кроватей, а затем и похищение жителей. Вот он, наглухо отбитый Робин Гуд. Доплыв до порта с пленником, столкнулся с непредвиденной заквоздкой. Как же поднять лодку на сушу? Моим первым решением стало размещение ступенек, казалось. Единственным выходом, но увы, данное решение оказалось провальным. Стоя перед этой задачей, я был полон смятения. Неожиданно, в попытках найти выход, мой палец скользнул на клавиши пробела, и я заметил, что лодка слегка подпрыгнула. Это было настоящее открытие. И я был поражён, и нажав на пробел, снова увидел, как лодка вновь подскочила. Этот случайный жест стал ответом на решение моей проблемы. И так, я доставил жителя к последнему пристанищу его существования. Став его в лодке, и дненько стал ожидать прибытия трех таких же заблудших душ, как и он сам. Не церемонно прервав разговор, я жертвовал на своем бешеном воперщиками девы. После чего, снова ворвавшись в чужой диалог, я похитил еще одного несчастного. Четвертый же был готов к моему приходу, но все же я его настиг. Затерж застел отхватил по своей голове. Шутки со свеклой всегда плохо оканчиваются. Смельчак, как и всегда, погиб крайне забавной смертью. И вот, под занавес всей истории, я запер шелезными дверями путь на свободу моей колонии. Завершив дело, я отправился на Sky Village, где собрал разнообразные столы, каждый из которых даровал жителям профессии и смысл существования в моей темнице. Как только последний нужный мне ресурс оказался в моем кармане, я красиво покинул деревушку. Я люблю видео! Никогда ранее мне не приходилось назначать жителям работу. Говоря уже о торговле с ними, с надеждой, я расставил особые блоки, которые, как мне казалось, смогли даровать им специальности. И чтобы в будущем избежать возвращения к этой главе, я решил создать веревочный спуск. В этот день, я впервые взял в руки нож. Чтобы срезать рывок, селенной массой выпадала солома. Сколько мне ее нужно? Я не знал, но я решил, что хватит столько, сколько смогу собрать без усталости. Из собранной соломы получился почти стак веревки. Достаточно для моего замысла. Так, началась работа над спуском и подъемом. В процессе работы над безопасным ходом и выходом для себя и обитателей темницы стал жертвой. Это была моя седьмая смерть. Однако, вернув свои вещи, я завершил строительство будки. Затем, разместил кровати в темнице и жители тут же заняли их. Чтобы не терять время даром, я предложил им немного афродезиака и оставил их наедине, чтобы эта ночь стала для них незабываемым воспоминанием в их серых жизнях. Ммм, аромантика. Ну а еще, снимать видео на оранжем видеохостинг, это уже не для меня. В лучах утреннего солнца я приступил к созданию портала в мрачные глубины ада. Однако, к моему удивлению, не хватило одного единственного блока. Я отправился на поиски руин портала, который, как гласила карта, находился недалеко от места, где мир впервые приветствовал меня. Достигнув руины, около них я разместил телепортатор, одолженную одной из деревень с трепетом. Я добил последний блок обсидиана и поставил его на законное место. Рутал зажегся, и я переступил порог обычного мира, попав в преисподнюю. Моими целями являлась добыча кварца и нахождение крепости. И вот спустя всего две минуты пути цитадель возникла передо мной. Сражение с визорскелетами было бы самоубийством, поэтому я решил забраться на вершину крепости. Где их еще больше? Но внезапно черный шутарил меня мечом и я остался с половиной сердца. Когда я начал восстанавливаться, огненный снаряд вонзился в меня, и я пал. Эх, наш русский дрим. И затем, успев добежать до крепости, меня поразил чертов комар. Когда я наконец смог забрать свои пожитки, мои мысли повели меня осматривать цитадель. Но мне следовало бы помнить о пути назад, умер света из живых. Однако, не успел я оглянуться, как вновь ищутил жгучую боль. Визор скелетом нанес мне удар клинком, и его проклятие поразило меня. На этот раз я был мудрее. С деревни я взял обелеск и с новой надеждой отправился в адские глубины. Но вновь начался бесконечный круговорот смертей. Под нож я цитадели услышал мелодию. Вскоре я заметил странного темного скелета. Из ролика по Аркинии я понял, что предо мной был шанс получить стоящий артефакт, убив этого мини-мини-босса. Итак, я нанес сокрушительный удар по монстру. В награду мне выпал советный рюкзак. Затем, в недрах цитадели я закрыл все входы и выходы. Одну свои вещи и телепортировался обратно в верхний мир. В мире живых я вошел в темницу. На идее инструментарщика я накупил кучу хлама, который казался бесполезным. Но каждая вещь была шагом к прокачке моего верного слуги. Но вскоре слуга окажется б***ким предателем. На закате я решил сбавиться от эффекта Берсеркера, чтобы вновь приобрести булые силы. По итогу я обнаружил одну из способностей своего класса, но безумие продолжало оставаться моим верным спутником. Дальше я упрал у жителей бесполезные профессии и заодно прокачал инструментарщика. Отбросив мысли о безумии, я с новыми сил не принялся за дело. Страстником в руках я расширил свою ферму. После этого я впервые скрафтил красные лампочки, которые и так необходимы для создания некоторых механизмов. Затем я погрузился в поиски создания латунного слитка, что станет ключом к моим будущим изобретениям. По итогу я понял, что для его крафта необходим сборный механизм. Звал я это дело Блендер, но куда же без коварства с тони механизма. Им оказалась функционирующая нагревалка, требующая от меня похода в ад. Помянем биткарбинов, и я вернулся к древнему искусству обмена и взаимовыгоды. Затем соорудил в чародейскую комнатку, заодно прогулялся до алмазов с рассветом. Я вложил весь накопленный опыт зачарования. Спустившись в глубины земных недр, я столкнулся с двумя гигантскими скалопендрами, но страх не овладел мной. Стрелы моего лука нашли их прежде, чем я приблизился слишком близко. Продолжая путь в глубь бездны, я выкапывал каждый блок Рестолна, но в моей душе сайф позади пустую бездну, я решил отправиться в путь, чтобы найти новое жило в неизъеданных пещерах. Однако восхождение оказалось тем еще испытанием. Двадцать седьмая смерть! Восстановив свои вещи и отомстив монстрам, я выбрался из темной бездны. Путь впереди обещал быть долгим, но я был готов. От дороги я приручил нового волка, а другой пал от своей барсоты. Пройдя небольшое расстояние, мы с моим питомцем столкнулись с медведями. Один из них отнял жизнь моего 0-2. Ярость наполнила мое сердце и я бросился в бой за моего упавшего зверя. Но Михаил оказался сильнее. Как только наступила ночь, я вновь собрал свои вещи и уже с трезвым разумом отомстил в пути. Не удалось столкнуться с Крипером, на существование которого я даже не надеялся. На заре девятнадцатого дня, освободившись от мрачных объятий пещеры, я направился к речке, где и уселся существо. Неожиданно вдали показался Кошалот. В его глазах не было и толики страха, и, охваченный страхом и стремлением к убийству, решил помириться с силами с этой рыбешкой. Лук стал моим орудием против кита. Когда людояд подплыл к берегу, его вид вызывал у меня скорее сочувствие, чем страх. Но не стоило ни даться, ни ухитриться. В мгновение ока я угодил в его ловушку, вновь оказавшийся в объятиях смерти. Эта смерть стала лишь прологом к следующему акту моего путешествия. Мне предстояло возвращение к месту моей последней смерти, но путь туда был усеян бесчисленным множеством трудностей. Смерть номер тридцать настигла меня внезапно. Я не унывал, ведь каждая новая попытка была шансом на месте убившим меня. Иллюзор, мастер обмана, стал последним препятствием на моем пути. Наша схватка была короткой, но яростной, хотя я и пал. Тридцать третья смерть я снова столкнулся с Иллюзором, чья грязная игра заставила меня вернуться в начало. Тридцать четвертая смерть была последней в этой серии неудач. Я расправился с Иллюзором, одолев его и его же оружием. Торжествуя над победой, я решил отомстить Кошалоту, который заставил меня пережить столько испытаний. Стрела моего лука настигла цель, и Кит пал. Прыгнув в океан, чтобы узнать, что же оставил после себя Кит, я не заметил его собрата, в моих странствиях по миру и о до всех заснеженных просторах зимнего биома. Там, среди белого покрова, я встретил необычно милого крипера и кошечку, чья опасная прелесть была обманчива. Неподалеку от этой парочки, мой взор уловил контуры таинственного данжа, казалось бы, неприступного. Всего блоки были нерушимы, но каким-то чудом мне удалось их разрушить. С учетом моих бесчисленных смертей, решение войти в данж и впасть в персеркерское бешенство казалось безрассудством, но я не был обычным искателем приключений. Я лишь слегка ограбил структуру и, уходя, провалился под снег. Словно мир решил напомнить мне о моей смертности. Недалеко от данжа возвышалась башня, которой я понесся мимо всех сундуков, раскрывая таящиеся в них тайны. Затем, изучая торговые предложения жителей, случайно обнаружил, что могу лишить их воинов доспехов. Отдайте мне всю вашу одежду, бэйбисы! После покупки кожаных штанов я продолжил свой путь. Блуждая по миру, я наткнулся на небольшое поселение пикси, существ, чья полезность для меня была неоценима в грядущих схватках. Но без тортиков или банок они бы разделили меня до нитки. Что главное, так было бы не по моему желанию. С рассветом мои глаза уловили силуэт летающей ящерицы. Если бы она узрела меня, мой счетчик смертей не сомненно превысил бы сотню. Но судьба была благосклонна. Дракон продолжал свой полет, не замечая меня. Я быстро отметил местоположение его логова на карте и отправился дальше в путь. Мои странствия привели меня к очередной деревушке, где я активировал обелиск, телепортировался домой. Первым делом я рассортировал добытые ресурсы со своих приключений, затем приступил к благоустройству жилища моих подземных работяг. Я добавил еще кровати и разбросал хлеб, чтобы новая жизнь вновь запахлила в этих стенах. Во время торговли с одним из насадых я понял, что даже здесь сегодня не под землей и укрыться от семи смертных грехов. Взяв наглеца в подмышку я отправился на поиски зараженного, но к моему удивлению зеленые лопухи так и не появились в ту ночь. Во время как железные следки под давлением пресса принимали форму пластин я с усердием натирал розовый кварц, думая в это время о создании автографтера. Но чтобы создать этот механизм было необходимо для начала соорудить составное устройство, о котором я уже говорил ранее. С этой целью я сначала сконструировал смешиватель, затем изготовил чашу и объединил их в единый механизм в блендер. Внес некоторые корректировки в конструкцию конвейера. Наконец, я собрал рабочую конструкцию. Сердце забилось в предвкушении, но механизм сообщил о недостаточной мощности. Зачарование пронесило меня моментально. Разрушив начало передачи вращения, я погрузился в мир шестеренок. Можно было разогнать их, я бросился в пучину теорий покрупиться. Словно собирая мозаику и генерировал теории, пытаясь найти ключ к загадке. И вот, совершенно случайно, озарение. Я понял, как это сделать. Оно начало работать. Механизм словно ожил. Радуя из жизни, я спустился на причал. Там в воде находился утопленник. Странная мысль посетила меня использовать его в качестве некой БТС-сам госпожи. Для тех негодников, кто заслужил суда. Достать мертвеца из воды было непросто, но я справился. Утопленник был помещен в камеру. А я, наконец, освободил пленника из своей прекрасной подмышки. Негодник забился в угол, а мездом с явным намерением пытался достать мои свекольные мозги. Я ушел, оставив этих двух голубков наедине и свиться на твердом полу. Но вернувшись, я ничего не обнаружил. Видимо, утопленники питаются только мозгами свеклы. А где им надлевать? Разочарованный, я избавился от БТС-сам госпожи. Ростный, я отправился на поиски зеленого олуха. И вот, найдя его, я оказался самой занимательной историей в моей жизни, схватив микрочелика своими биг-бит-хэнс. Я стал ожидать прихода дамы, работающей в квартале красных фонарей. Она вышла в комнату и обросил микрочелика ей на растерзание. Может быть, это была не дама, а парень. Но мы уже никогда этого не узнаем. В общем, я убежал, оставив их резвиться на все том же каменном полу. Сквозь окно изоляционной камеры я наблюдал мерзкую сцену. Извращенцы, поглязшие в разврате, скверняли святое место. Но все же моя цель была осуществлена. Прошла передача полового заболевания. Вернувшись к изучениям крафтов, я с недоумением разглядывал создание зелья слабости. Нужны были обычные грибы, а их у меня не было. Попадом! Создал пустую горелку для составного механизма и шагнул в портал ведущего. Проник на мозг крепости, обходя стороной врагов. Затем наконец-то добрался до центра. Визорскелеты, которые пытались мне помешать, были быстро устранены. Я собрал лут из сундуков и отомстил тому черту, который положил череду моих смертей в аду. Затем, победив обелиск, я вдруг понял всю свою глупость. Далее я поднялся на башню, отбиваясь от назойливых визорскелетов на вершине и я заметил сплохо. Схватив его, я почувствовал, как удачен, наконец-то поворачивается ко мне лицом, а не задницей. На этом конец первой части данного выживания. Эти 25 дней я, Бигбит, только и занимался приключениями, но в следующие дни, с учетом того, что мне придется охотиться на драконов не первой, второй и даже третьей стадии, создание своих микро- и макрозаводов станет жизненно необходимыми целями. Ну, ладно, до скорой встречи в новом ролике.